Совместное оперативное учение «Щит Союза-2015» – комплекс мероприятий, проводимых раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств, являющихся завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Всего в комплексном мероприятии будут задействованы несколько тысяч военнослужащих двух государств, более 400 единиц вооружения и военной техники. В числе представителей нашей страны на Псковщину отправляются и военнослужащие 38-й отдельной краснознаменной мобильной бригады. Факцион будет делать на всех тех же вопросах. Мы уже не первый раз взаимодействуем с десантниками России. У нас основные вопросы уже отработаны, взаимодействие налажено. Конец года, надо показать, к чему и как мы подготовились. На первом этапе подготовки на территорию Российской Федерации отправились подразделения, отвечающие за безопасность, связь и обслуживание. Второй очередью – техника и непосредственно военнослужащие-участники. Третьим уходит из областного центра офицерский корпус, руководящий процессом выполнения боевых задач. Несмотря на то, что до активной фазы учения еще практически неделя, однако уже сегодня белорусские военнослужащие, десантники 382-го отдельного гвардейского мобильного батальона, готовы продемонстрировать знания и умения, полученные во время службы, а также позаимствовать опыт коллег. В Российской Федерации на учения выезжаю впервые, соответственно, ожидаю увидеть новые районы, новый масштаб предстоящих действий, и новое знакомство, и новый опыт. Российские и белорусские десантники уже встречались в этом году, правда, на Брестской земле. Тогда военнослужащие 38-й отдельной краснознаменной мобильной бригады и парашютно-десантной роты 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Вооруженных сил Российской Федерации работали над подготовкой и ведением усиленным мобильным батальоном контрдиверсионных действий по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника. Замысел учений на Псковщине разрабатывался совместно с генеральными штабами Вооруженных сил и носит сугубо оборонительный характер. Приоритетными направлениями стали современные подходы к применению Вооруженных сил в ходе ведения высокоманевренных военных действий на широком фронте, а также необходимость постоянного совершенствования систем управления войсками и оружием различных уровней. Итоги союзного мероприятия подведут осенью.